Доброе утро, мои хорошие! Вот там находится внизу морг, а вот через дорогу там похоронная служба. Но мы сейчас сначала пойдем позавтракаем в кафе, потому что Арина дома не завтракал, и потом пойдем туда по делам снова. Вот там внизу, видите, это стена кирпичная, тоже со времен, видать, древнего Рима оставили. Там гостиница, называется Италия. Да, и стена. И вот там, короче, как бы их парк. Здесь немецкий банк, тоже старинное здание слева. Так, мы снова в том же баре. Вот я хочу попробовать, что вчера я ел. Там внутри, короче, червячный какой-то джем. И вот сверху эти червячные семечки разные. Ну, рядом себе берешь, взял. Вот, как всегда кофе, я себе капюхиню. И мы тут сидим в баре с видом на Икара. Так, машина, проезжай. Блин, только начал снимать и бузы приехал. Вот эти какие прикольные вешалки для сумок, стульчики. Это я сейчас в кафешке, в туалете, стулья увидела. Так прикольнулась. И мойка красная, и орнаметы. Тут все в красном стиле, в красном. Здесь, кстати, в Италии тоже между похоронными службами есть конкуренция. Но здесь, конечно, нет такой вражды, как у нас. Я не знаю, как у нас. Там война, мир или что. Здесь все так культурно. Вот, вот эта похоронная служба, где мы нашли. Мы просто пришли в морг. И некого было спросить, где, куда, что идти. Вот. И он был в коридоре. Он там сделал свои дела. Ну, в этом коридоре. Мы его спросили, и он нас отвел туда и предложил свои услуги. Он сказал, что он коммунальный. Вот. И когда мы пришли, когда мы пришли к ним в агентство, и начали все это узнавать точно, и когда он сказал цену, Рину сразу, да, 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 все, берем ваши службы, все такое. Я говорю, а почему ты не узнал другие агентства? Может быть, там подешевле? Он говорит, что когда он хоронил свою жену, это ему стоило, это ему обошлось в 9 тысяч евро. А здесь нас берут около трех тысяч евро. Есть разница, представляете? И он говорит, сразу, сразу. Вот. Ну, они молодцы. И мы только что пришли в этот морг. Ну, там еще закрыто. И на улице стояли, ждали открытия. Ну, стояли наш агент, ну, наш человек с похоронной службы и с конкурентной гидать. А тот конкурент, это... Он мне знакомый. Он хоронил сеньора собаки Тамары. Вот это вот. Знаете, это другая похоронная служба. И они там тоже постоянно сидят, караолят. И вот тоже ищут клиентов, можно так сказать. Кто первый, тот и победил. Ну, как, тот и, как говорится, более удачливый. Нет никакой такой именно вражды, вот как у нас, среди похоронных служб. Слышали, там играют. Музыкальная школа. Рядом тоже тут. Пока там закрыто, мы сейчас в больнице находимся. Мы отнесли свекра много там лекарств, много аппаратов, потому что он болел с сахарным диабетом. И у него много чего пооставалось, аж две сумки. И мы отнесли в то отделение, где он лежал, потому что там постоянно в чем-то дефицит. Вот когда я... Вот сколько он там лежал, я наблюдала. То одного нет, то другого нет. В общем, отнесли все туда. Так они с удовольствием взяли. Ну и поговорили. Хотели посетить соседа его. Там как раз сделали уборку, но зато поговорили с его дочерью, с которой мы сдружились. В общем, так погомбили по душам. Сейчас идем снова, как говорится, увидеть в последний раз свекру. Положить ему розарию. Положим ему розарию. Его розарию. Это такой крест деревянный, там с цепочки деревянные. Так, ну что, рано утром. Мы за час успели. Все дела сделали. Все, нам в принципе на сегодня ничего уже делать не надо. Все уже будет готово к завтрашнему дню. Как нам сказали в похоронной службе. Мы сейчас едем к свекрови. И потом в Лидл, наверное, заедем. И потом, не знаю. Слышите? Там музыкальная школа. Мы только что проехали наш центральный базар. Хорошо, что у нас солнце начало выходить. Потому что мы с утра, как только приехали в город, такой дубак. Не то, что холодно, а именно вот сырость такая сильная была. Прямо до костей. Я хоть в куртку одела, но все равно прямо кости чувствовали. Вот эту сырость. Мои косточки любимые. Ладненько. Едем к свекрови. Мы сделали ей пару фоток. Я ей сделала. Посмотрим, захочет ли она их видеть. Нет? Мы в Лидли. И у нас начался сезон каштанов. Какие крупные. Смотрите, моя ладонь. И вот какой каштан. Это съедобные каштаны. 4,89 стоят килограмм. Я даже не знала, что в Лидли продают даже в Анцероте. Видите, пирожки такие, которые мне нравятся. Конечно, они сильно большие. Но я взяла один. Какая там тучка красивая. Не знаю, красивая, некрасивая, но какая-то интересная тучка. Солнце спряталось. Но, слава богу, у нас уже нет той сырости, что было утром. Утром прям было холодно. Там мы только что вышли с пермакета. Уже в крови побывали. Вот я не думала, что уже хорма, смотрите, начала поспевать. Видите, желтенькая, оранжевого цвета. Ниже проходит и начинает поспевать хорма. Это у нас какая солнечная погода. Вот там, где много туч, облаков. Там гора роза наша, собрались тучки все там. А у нас небо чистое какое. У нас еще бабье лето продолжается. Второе октября. Мы сейчас едем в супермаркет растений всяких там. Мы хотим посмотреть кусты, черники. Потому что никак не можем отослать посылку моей бердной сестре, которая вышла замуж. Я должна выслать несколько кустиков черники. Фильм готов. Вот я сейчас себе, когда вернемся домой, обязательно напишу листочки. Закончить фильм и повешу прямо на компьютере. Я надеюсь, что, может быть, там выходные получится или не получится. Или хотя бы в начале недели я закончу уже этот фильм. Там остался только, как бы, как бы, как бы, пролог называется, да? Эпилог это когда в начале, а в конце, по-моему, пролог. Вот. Так что закончу фильм. Мы купим эти кусты черники, подумаем, как их запаковать. И чтобы уже в следующую субботу выслать ей посылку, наконец-то. Мы тоже все тянули. Не знали, когда у нас будет время. Потому что, как вы знаете, целый месяц свекор болел. Царство небесное. В общем, а мы уже приехали. Вот так у нас рядом. Пока с вами разговаривала, уже приехали. Транплилленно, вовремя, без ничего. Где она была? Да. В чем поле омбра? Да. Угу. Пойдем в металле омбра. Угу. Вот у входа и выхода такая тут экспозиция осенняя. Видите, там сток сена, грузовичок, тыква большая. И здесь тоже на стоку сена тыквы. Огромные тыквы. Даже не знаю, они настоящие или искусственные. Муж чей-то. Ну, заходим. А, это мой муж. И здесь тоже экспозиция осенняя. Красивая. Ну, и там начинаются сначала искусственные цветы. Даже если у вас нет. Здесь я неhandик. Я не знаю, такие. Я не знаю, что я нарезала. Распортимы. Это не так? Не знаю, не знаю. Пough, что же так. Это не работает. Я не знаю. Хорошо. Не работает. Не работает. Это телефон. Не работает. А, да. Видели, и закрылся? Попробую. Он только рину кусает. Кусачие растения. Угу. Секретно. Специально моски. Угу. Они чувствуют вкус, что бутят из них, а внутри. А у них нет. Да, да. Смотрите, это такое, что манжают моски. Прикольные. 9,90 стоит. Смотрите. Кофейные растения. Вот это. И что? Можно выращивать кофе? Сомнение. Интересно, интересно. Листья, конечно, хорошие. Мягкие такие. Угу. Сипов, варк решели кафе. Угу. Угу. Секретно, да. Угу. какой огромный грузовик сколько много тыкв сделала фотку рядом с грузовиком пикар а пикар пи дуэ сейчас пойдем на улицу там наверно спарагус там уже на улице на улицу вышли тут можно елки всякие разные купить кусты все что хотите посадить елку себя во дворе и каждый год можно украшать на новый год черешня слива вишни абрикоса груша яблочки 50 сорвать не сорвать вот нашли чернику виноград белый черный киви вот продают всякие куста кустики растения мы нашли чернику но сейчас посмотрим может быть мы еще другие какие чернику найдем чтобы поменьше было послать ей выслать так ну что мы посмотрели нашли только один вечерники потом пойдем в другие магазины еще посмотрим что почем пойдем на животных посмотрим на живых животных вот так сюрприз 2 октября а уже начинают и готовить все к рождеству майка тут так красиво в прошлом году наряжали это это все при зиме это если иисуса вот такие городки можно покупать целые городки вот тут отдельные атрибуты вот смотрите какой городок большой только ставить фигурки какие-то и здесь иисуса поставить отдельно продают сейчас покажу вот нам видите отдельно продают деревья елки пальмы даже всякие мостики столики все отдельно продают а тут еще и с подсветкой или вода крутится скорее всего тут вода крутится тут красный классно и тут скорее всего водопад а вот кстати фигурки разные даже древнеримляне риск на всех этих пищей говорит чуть чертым 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 Красавец какой. Разговаривает. Там рыбки. Ну что, товарищи? Голодные, что ли? Привет, Мико. Акробат. Акробат. Боишься? Боишься, да? Акробат. Телефон. Красавец. Рину, рину. Здесь уже еловые ветки повесили. Будут еще украшать. Видите, все позакрывали. Написано, мы готовимся к Рождеству. Извините за... Классные музыкальные всякие. Электронные. Корова со светящимися глазами. Еще и рыбы такие же. А вот и елки. Уже нашли кое-какие. Смотрим на все это. И так странно видеть. Все от такой опустошения. Готовятся к Рождеству и к Новому году. Готовят залы. Всякие полки. Мне нравится играть с этими штучками. Делать музыку. Ну все, погуляли. Тут красивый для свечек подстаканники. Видите, как-то там уже украшают по-рождественски. Я в прошлом году, когда туда попала, там даже красивее, чем на наиболее большем таком же супермаркете. Этот поменьше, который находится рядом с нами. Там было прям красиво. Я когда увидела, я прям вау. И вот жду, когда вы сейчас тоже снова украсят на Рождество. И обязательно будем там гулять, ходить и показывать вам. Сейчас поедем куда-то. Надо купить кое-что. И Ирина вот спросил. Хочу манжелату. Манжелату. Это манжелату. Манжелату. Сами себе поднимаем настроение. Потому что нам завтра предстоит грустный день. Мы приехали в торговый центр наш. Надо кое-что купить. И тут покушаем йогурт-мороженое, наверное, возьмем. Сейчас сначала йогурт-мороженое пожуем, а потом в супермаркет пойдем. Тольчетти шкирцетти, как говорят в Италии, когда требуют сладости. Видите, уже у нас сладости до Хэллоуина. Это мы пир копим в супермаркете. Сладости, сладости, сладости. Телетики, тыквы. У нас рядом с торговым центром спортивный большой магазин открылся. Вот сейчас первый раз туда зайдем, посмотрим. Большой, кстати. Размущаемся просто с мужем. Зашли в этот спортивный магазин, новые посмотрели. Ужаснулись. Просто там такие цены басно-основные. И главное сделано в Китае, и главное в чинезе. Написано, что сделано в Китае такие цены. А уж лучше идти в Декатлон, если что-то надо будет, только Декатлон. Блин, и все. В этот магазин первый и последний раз зашли. Так, как вы видели, я делаю мясное рагу. Я делаю рагу для лазаньи, чтобы оно было готово у меня к воскресенью. В воскресенье на обед, наконец-то я сделаю лазаньи. Потому что последний месяц не получалось мне делать лазанью именно к обеду. Вот только к ужину. Поэтому я сама сто лет уже не ела лазанью. Вот. И, в общем, сейчас мы должны входить уже в нормальную колею. Не то, что нормальную, а как раньше, до этого жили. Единственное, что нам надо будет теперь больше помогать свекрови. Чаще ездить к ней. Продукты, там, медикаменты, пенсии и все такое. Вот. И спортивный клуб, конечно же. Потому что я за это время так поправилась конкретно. Я сегодня одела длинную юбку. Вот, когда мы выходили, ездили в супермаркет растений, одела длинную юбку. Вот весной, когда я ездила в ней к Катюше, у меня даже есть фотографии в этой юбке. Я нормально себя в этой юбке чувствовала. А сегодня я захотела ее одеть и застегнула, конечно. Я так, как говорится, вдохнула хорошо, воздух выдохнула. То есть, я не знаю, что я там сделала. Но, в общем, еле-еле застегнула. И все это время, когда я сидела в машине или ходила гуляла, Я чувствовала, что у меня так живот это сжимает. В общем, эта юбка невозможна. Поэтому конкретно надо худеть снова. Надо ходить в спортивный зал, заниматься. Или хотя бы по рисовым полям, пока благопогода есть. Вот. Когда будет время, как... Ну, сейчас, да, время будет. Единственное, я думала сначала на следующей неделе начать. Но посмотрю, как получится. Потому что эту неделю Рину отдыхает. Не то, что отдыхает. Он взял дни. Вот. Чтобы заниматься похоронами. Завтра уже похороны. Вот. И на следующей неделе он снова будет занят. Заниматься всеми пенсионными этими делами. Потому что пенсию свекра должна теперь получать свекровь. Вот. В общем, он будет ходить, все оформлять. А свекровь-то сама не может ходить. Поэтому он будет все это ходить. Вот. Свекровь, бедная, она не поедет на похороны. Потому что она в инвалидной коляске. Я уже говорила. Вот. И можно было бы вызвать там какую-то машину. Специальную службу. С людьми. Ну, это была бы такая морока. И это были бы такие деньги, что свекровь сама не захотела. Она говорит. Нет, я не пойду. Единственное, что я ей спросила. Если хочешь, я тебе сделаю кое-какие фотографии на похоронах. Вот. Она говорит. Да, сделай. Говорит. Хоть так посмотрит она. Ну, вот такие вот дела. Вот. Все, что я хотела сказать. Я на этом, наверное, заканчиваю. До послезавтра, мои хорошие. Потому что завтра у нас похороны. Я завтра не буду делать видеоблогов. Я вам сказала вчера это. И хотела вас всех сильно от души поблагодарить за слова соболезнования. Всем огромное искреннее спасибо за ваше понимание. И спасибо тоже. И за ваши слова соболезнования. Вот. Ну, все, мои хорошие. До новых видео встреч. До послезавтра. Чао-чао.